Мы выехали с экипажем вне ведомственной охраны Росгвардии в Октябрьский район Улан-Удэ. Следили за общественным порядком и за охраной объектов, которые находятся под присмотром. Пошел патрулирование Саяны от улицы Терешковой от травмойных путей до улицы Теревосточной, до железнодорожных путей. В течение суток патрульный автомобиль несколько раз объезжает зону. Во время рейда от диспетчера поступил сигнал срабатывания сигнализации в квартире. После принятия сообщения группа моментально выдвинулась к месту. Мы прибыли на место в течение трех минут. Один сотрудник остался на улице, другой сразу направился в подъезд. Мы осматриваем окна, так и внутри подъезда, то есть двери на наличие предметов взлома, наличие обрубленных проводов, окна на целостность. Если хосорган дома, проверяем документы, соответствовала штаб и прописка. Если все без нарушений, пробуем также на норму. Дежурный поцелу ставит на норму, бываем дальше по маршруту. Ложная тревога. Забыли выключить сигнализацию. После проверки документов сотрудники продолжили патрулирование. По словам росгвардейцев, такое случается в 70%. Где-то отключение света, где-то перебой электроэнергии, проблемы с интернетом. Отрицательные балансы бывают у хосорганов. Окна открыты, животные, дома. И на каждый случай патрульная группа обязана выехать и проверить. Также, помимо охраны домов, специалисты должны хранить общественный порядок. Проезжая мимо бульвара, сотрудники увидели спящего мужчину на лавочке. Мужчина по виду явно был не трезв. Сотрудники его разбудили, но документов с собой у него не оказалось. После проверки с ним провели профилактическую беседу и отправили домой. Каждый день для соблюдения порядка и сохранности граждан выходят наряды вне ведомственной охраны Росгвардии в каждый район города. Под защитой находятся более 7 тысяч объектов. Это квартиры, дома, магазины, предприятия и общественный транспорт. Желающие вступить в ряды могут опродиться по адресу улицы Трубачеева, 67 или по номерам 43-53-66-29-61-09. Базар Юшеев, Евгений Павлов. Новости дня.